Еще раз всем добрый день, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами говорить на темы, связанные с первой книгой Царств. Мы продолжаем говорить с вами о темах, которые связаны с книгой Царств. Из восьмой главы первой книги Царств. Но также мы затронем девятую и десятую главу книги Царств. История о избрании первого царя. Это история о избрании первого царя. Сегодня тему проповеди называется «Бог и свобода выбора». Всякий раз, когда вы с женами были где-то в магазине обуви или одежды, вы должны были это оценить и понимать. Мы постоянно выбираем с вами. Каждый день около 35 тысяч раз мы делаем выбор. Approximately, there are 35,000 choices every day people make. Это в час две тысячи раз. That means 2,000 times per hour. А если в секунду, то это два, вернее, каждые две секунды мы делаем выбор. And every two seconds we make choice. Это важно научиться правильно делать выбор. So this is very important to learn how to make right choices. Раз столько много выборов в нашей жизни. As we have so many choices every day in our life. Иногда кажется, что лучше бы выбора не было. Тогда проще жить. Sometimes it seems that if we wouldn't have any choices or any freedom of choice, it will be easier for us to live. Я слышал от более старшего поколения, что раньше было проще. Не было столько ассортимента товара. Пришел, взял и ушел. И то это по большому блату. Years ago, perhaps it was easier for us to choose different items in the stores because there were less of choice, right? Less items to choose. Но одно дело выбирать туфли или платье. But this is one thing to choose a dress or shoes. А что если дело касается выбора спутника жизни? But what if we want to choose our future spouse, for example? И если выбор касается выбора места работы? Or if we choose the place where to work, the job? Или выбор места жительства? Or if we choose the place where to live? Здесь уже не так просто. This is not that easy. Выбор бывает осознанный и неосознанный. We do make conscious and unconscious choices. И как вы думаете, какой мы чаще делаем? What do you think? Which of these we make more often, more frequently? Conscious or unconscious? Но если 35 тысяч раз в день? If we do 35,000 choices, make 35,000 choices a day. Я не думаю, что у нас столько времени было, чтобы просто вот так вот подумать над каждым осознанным выбором. Поэтому чаще мы делаем неосознанный выбор. So that means that more often we make unconscious choices. Ну, в этом и опасность, потому что мы не до конца воспринимаем ответственность за этот выбор. And there is some kind of danger here, because sometimes we make choices and we do not think properly before that. От нашего выбора зависит качество нашей жизни. From our choices, our quality of our life depends. А порой и вся наша жизнь зависит от того, что мы выберем. And even our whole life can depend on the choice we make. Когда мы говорим о свободе выбора, невозможно не затронуть тему Эдемского сада. When we touch this topic, we cannot ignore the topic of the garden of Eden. И выбора наших прародителей, Адама и Евы. And the choice that Adam and Eve made. Вот думаешь, сделали бы они другой выбор, мы бы здесь по-другому вообще себя чувствовали, по-другому жили. If they had made different choice, we would have lived different life. Зачем Бог дал нам свободу выбирать? So why did God give us this freedom of choice? Ведь все, что сейчас происходит негативного, это в том числе из-за свободы выбора. Because everything negative in our life that happens, this is because of this freedom of choice we have. Давайте мы на примере нашего библейского отрывка рассмотрим этот феномен, феномен свободы выбора. Let us contemplate on this topic, and as an example, this will be the election of the king of Israel. Мы будем читать первую книгу царств, 8 глава, с 1 стиха. We will read the first book of Samuel, this is chapter 8, and we will start from the first verse. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. When Samuel became old, he made his sons judges of Israel. Имя старшему сыну Иоиль, а имя второму сыну Аве, они были судьями Версавии. The name of his firstborn son was Joel, and the name of the second Abijah, and they were judges in Beersheba. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали взятки. Yet his sons didn't walk in his ways, but turned aside after gain. They took bribes and perverted justice. Вот давайте на этом остановимся. Let's stop here. Вот начинается глава с того, что Самуил выбирает своих детей после себя судьями. The chapter began when Samuel put his sons as judges. Правильно ли он сделал? Was this right decision? Ну, по идее, да, должны были бы сыновья унаследовать его дело жизни. Yeah, right. It makes sense when sons follow their fathers. Но, как мы видим, сыновья Самуила, они выбрали вместо правосудия корысть, подарки и взятки. But as we see, his sons took bribes, and they didn't follow the justice. Но как такое получилось, что Самуил, который видел, чем закончили дети Илия? How come the Samuel, he saw how the Elias children ended up своих собственных детей упустил? He didn't care about his own sons. Написано, что Самуил ходил по всему Израилю и судил весь Израиль. It is written that Samuel judged all over the Israel. Он для всех был своим парнем, классным, хорошим парнем. Everyone knew him. He was kind of a good fellow, a friend to everyone. He was kind. Какой смысл с этого, если свои собственные дети не следуют потом твоим путем? But it didn't impact his sons, because his sons didn't follow the God's law and didn't follow his father. Конечно, мы не можем постоянно отвечать за наших детей. Они уже взрослые, в конце концов. Мы не должны, как родители, контролировать постоянно своих детей. And we shouldn't control them all the time, right? Но что мы должны, как родители? Это научить детей правильно делать выбор. We, as parents, we should teach our kids to make right choices. Потому что мы не всегда будем рядом с ними. Because we're not going to spend all our lives next to them. Мы не сможем проконтролировать их поступки. We won't be able always to control their behavior and deeds. Но если мы научим их правильно делать выбор, мы можем быть уверены в том, что у них в жизни будет лучше. But if we teach them to make right choices, we can be sure that they will have a good life, even better than we can imagine. Следующая, конечно, вот история, что предпосылки выбора царя, они не были безосновательны. The reasons for the king's election had some foundations. Народу не понравилось то, что судьи превратно судили. People weren't happy at all that judges, like the Samuel's sons, they weren't justice, they were unfair. Закон Божий ясно говорит. Книга, Исход, 23 глава, 6 стиха. God's law says clearly, and we're going to read the Exodus, chapter 23. Не суди превратно тяжбы бедного твоего, удаляйся от неправды и не умиршляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконников. You shall not pervert the justice due to your poor. Keep far from a false charge and do not kill the innocent and righteous, for I will not acquit the wicked. Даров не принимай, ибо дары слепым и делают зрячих и извращают дело правых. And you shall take no bribe, for a bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of those who are in the right. Коррупция. Корruption. Это то, что побудило израильтян искать другую форму правления. This was the reason for Israel to look for a different power for different kings. Книга Второзакония, 27 глава, 25 стих, еще жестче говорит об этом. We read the book of Deuteronomy, chapter 27. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. Cursed be anyone who takes a bribe to shed innocent blood, and all the people shall say amen. Бог предупреждал то, что делали сыновья Самуила неправильно. Это беззаконие. God warned people that what Samuel's sons did was totally wrong. Но они не слушали закон и делали по-своему. But the sons didn't listen to the God's law. Поэтому мы читаем дальше. Четвертый стих. Собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. So we follow the next verse 4. When all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. And said to him, behold, you are old and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us a king to judge us like all the nations. И не понравилось слово сие Самуилу. Когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас, и молился Самуил к Господу. When they said, give us a king to judge us, and Samuel prayed to the Lord. Как вы думаете, почему Самуилу не понравилось слово, которое говорили израильтяне? What do you think, why Samuel didn't like the words of Israelites? Дело в том, что только они не оценили его служение и не оценили его детей. Was it because they didn't value his service, or they didn't value the service of his sons? Или причина намного глубже? Or the reason was deeper? Конечно же, самое основное, почему это не понравилось Самуилу, потому что израильтяне просили, как у прочих народов. The main point, why Samuel didn't like this, because the people asked, give us the king as in all other nations, as the all other nations have it. В законе Божьем сказано ясно, в книге Второзакония. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселешься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя. То поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. You may indeed set a king over you, whom the Lord, your God will choose. One from among your brothers, you shall set as king over you. You may not put a foreigner over you, who is not your brother. Закон Божий предусматривал, чтобы люди выбрали царя себе. Actually, the God's law allows two people to choose a king over them. И это, кстати, не первая попытка, когда израильтяне хотят поставить над собой царя. And actually, this wasn't the first attempt of the people to set a king over them. В книге Судей, в восьмой главе, Гидеону еще было предложено. In the book of Judges, Гидеон was suggested to be a king. Но он ответил, не я не буду владеть вами, не мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами. But he said, I will not rule over you, and my son will not rule over you. The Lord will rule over you. Да, вроде бы книга о Суде, это то время, когда каждый делал то, что считал справедливым. It seems that the period of judges is when everyone did what he think was right. Но, с другой стороны, Бог управлял своим народом. Напрямую. But from the other side, God ruled all the nations, all the people by his power, by his hand. Проблема именно этой просьбы. Дай нам царя, как у прочих народов. The problem in this request is that they ask, give us the king as the other nations have. Бог так милосердно вывел свой народ из Египта. God was so merciful and he led the people out from Egypt. Он охранял их от врагов. He protected them from the enemies. Он заботился о них в пустыне. He took care about them in the desert. Он давал им хлеб и воду. He gave them bread and water. Их ноги не пухли. Their feet didn't swell. Уникальность Божьего народа была в том, что сам Бог управлял ими. Но народ израильский не оценил этого и захотел, как у прочих народов, которые вообще Бога живого не знали. But people of Israel didn't value that, and they desired another king to be set over them as the other nations had. But the other nations, they followed the false gods. They worshipped the idols. Проблемы выбора начинаются тогда, когда мы не ценим свою собственную уникальность. И хотим, как у других, возможно, более богатых, более популярных. И таким образом мы утрачиваем Божье предназначение для своей жизни. Проживаем не свою, чужую жизнь. Но что мне нравится здесь, что Самуилу, хоть это и не понравилось, он обратился с этой просьбой к Богу. But what I like in this story, that even if Samuel hadn't liked the words of the people, he started to pray to God, he started to talk to God. Когда ты не знаешь, как поступить, когда ты не знаешь, что выбрать. When you don't know what to do and what to choose. Самуил учит нас, что нужно делать. Нужно обратиться в молитве к Богу. Samuel teaches us what to do. You just need to pray to God. Дальше сложнее. Седьмой стих. We go further, verse 7, and it gets more complicated. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо они не отвергли тебя, но они отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. And the Lord said to Samuel, obey the voice of the people in all that they say to you, for they haven't rejected you. But they have rejected me from being king over them. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня оставили меня и служили иным богам, так поступили они и с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Now then, obey their voice. Only you shall solemnly warm them and show them the ways of the king who shall reign over them. Проблема, что народ не отвергает Самуила просто. The problem is that people do not just reject Samuel. Бог говорит, они меня отвергли. God says, they reject me. И на протяжении всего периода царствования царей С Израилем случатся самые страшные вещи. Израил will face the most scary things. Идолопоклонство. Idolatry. Разделение царства. Kingdom division. Войны. Wars. Моровые язвы. Epidemics. Осады. Seizures. Каннибализм. Каннибализм. И закончится этот период царей. Угадайте, чем? And it will... This period of kings reign will end up with what? Закончится вавилонским пленом. It will end up with Babylon captivity. Бог предупреждает, они не тебя отвергли, потому что с того дня, когда я вывел их из земли египетской, они постоянно поступают неправильно. God warns Samuel, people rejected not you, but they rejected me, starting from the time when I escaped them from Egypt. И Бог объявляет права царя. Давайте вместе послушаем, какие права у царя. And now God announces the rights of the king. У нас нет много времени, чтобы сравнить с книгой второзакония, какой царь должен быть. We do not have that much time to compare it with the book of Deuteronomy, what king should be like. Но вы просто сравните 17 глава книг о второзаконии и здесь права царя, которые будут. But you can compare the 17 chapter of Deuteronomy and hear the verses we're gonna read now. Мы будем читать выборочно. 8, 11. И сказал, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим. He said, these will be the ways of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them to his chariots, and to be his horsemen, and to run before his chariots. 13 стих. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье, и пекли хлебы. He will take your daughters to be perfumers, and cooks, and bakers. И поля ваши виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет. He will take the best your fields and vineyards and olive orchards and give them to his servants. И от посевов ваших и из виноградников ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим. He will take the tenth of your grain and of your vineyards and give it to the officers and to his servants. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юноши ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. He will take your male servants and female servants, and the best of your young men and your donkeys, and put them to his work. И от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. He will take the tenth of your flocks, and you shall be his slaves. Вы можете себе представить вот такое предупреждение? Кто проголосовал бы за такого кандидата, если бы у него была такая предвыборная кампания? Кто бы выбрал за такого человека, если бы он имел эту предвыборную кампанию? Это настоящая предвыборная кампания, не обман. Это то, что будет в реальности. Какой доминирующий глагол во всех этих предупреждениях? Вы отследили? Возьмет. Смотрите, он везде берет, 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 и нигде ничего не дает взамен. If you noticed, it is said, he will take here and there, and he will never give it back. Да, Бог уважает нашу свободу выбора. God values our, God honors our freedom of choice. Он говорит, сделай так, послушай народа, как они хотят. And God says to Samuel, listen to people, do what they want. Но перед тем, как мы выберем, Бог обязательно предупреждает нас о последствиях. But before we make choice, God always warns us about the consequences. В этом и уникальность этой свободы выбора. Это и ответственно, и страшно одновременно. And there is some kind of uniqueness in this freedom of choice, because this is responsible and this is scary. Ответственно, это потому, что ты понесешь ответственность за свой выбор. Yeah, there is some responsibility. It is, you take all the responsibility when you make choice. И вот как вы думаете, народ, он послушался предупреждения? So, what do you think, did people of Israel listen to this warning? Заканчиваются эти предупреждения. Он сделает вас рабами. And this warning ends with these words. You shall be his slaves. Это вот самое интересное. Сделает вас рабами. Бог вывел из египетского рабства, дал царство. This is the most interesting thing. You shall be his slaves. God actually, he brought people out from slavery. Но книга Иезекииля, 4 глава, 5 стиха, говорит очень интересные вещи. But we can read very interesting things in the book of Ezekiel. This is chapter 4, verse 5. Иезекииль, который проповедовал перед разрушением Иерусалима, очень интересно передавал свою весть. Он сначала на одном боку лежал, потом на другом боку лежал, и таким образом показывал, что будет дальше с народом. And he did it in such a, some kind of strange way, because he was lying on his right side, and then he was lying on his left side, and he was saying the words, he was giving the warnings. И вот, внимание, события происходят перед разрушением Иерусалима. Вот что говорит Бог. So, all this happened before the Israel was destroyed. Я определил тебе годы беззакония их, числом дней 390 дней. Ты будешь нести беззаконие Дома Израилева. For I assigned to you a number of days, 390 days, equal to the number of the years of their punishment. So long shall you bear the punishment of the house of Israel. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси себе беззаконие Дома Иудина. День за год я определил тебе. 40 days I assigned you a day for each year. Мы встречаемся с тем же принципом в пророческих книгах. День за год. We face the same prophecy principle a day for each year. 390 дней на одном боку, 40 на другом боку. Сколько всего дней? So he had 390 days on one side and 40 days on the other side. How much together? Доставайте, сколько всего? 430. So all together 430 days. Где-то еще встречается такое 430? Do we meet the same number in different places in the Bible? Книга Исход, 12 глава, 40 стих. The book of Exodus, chapter 12, Времени же, в которой Израилев обитали в Египте, было 430 лет. Исход, 12 глава, 40 стих. The time that the people of Israel lived in Egypt was 430 years. Смотрите, там в рабстве был народ в Египте, там понятно, 430 лет. And this is clear, when people were in Egypt's slavery, they spent there 430 years. And now Ezekiel, he had to lie the same amount of days as for that period of slavery. Like, he was laying for 430 days here. 390 days. За дни беззакония. За дом Израиль. И 40 за дом Иудин. 390 days for the house of Israel. And 40 days for... Дом Иудин. For the house of Judah. Вот можете себе представить, получается, что все правление эпохи царей это сущее рабство для израильтян в целом. Can you just imagine that this whole period of this number of years, no matter was it the slavery in Egypt or the period of the king's reign, it was all... It was all slavery. Бог предупреждал. God warned. Но народ не послушался. But people didn't listen. 19 стих. Народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами. And we read verse 19. But the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, no, but there shall be a king over us. Бог знает, что будет в конце. Он от начала это знает. God knows from the beginning what will happen at the end. Он пытался предупредить свой народ. He tried to warn his people. Но народ не послушался. But they didn't listen to him. Поэтому, когда они потом взывали к нему, Бог не сразу отвечал. And when they later, they searched for him, he didn't answer. Бог был против этого. God was against this. Но позволил народу сделать собственный выбор. But he allowed his people to make their own choice. В этой главе буквально все сделали неправильный выбор. In this chapter that we have read, almost everyone made wrong choices. Самуил, потому что неправильно выбрал своих детей и поставил их судьями, хотя знал, что у них есть проблемы. Дети Самуила, потому что они вместо правосудия выбрали корость и таким образом тоже неправильно выбрали. Samuel's sons they made their own choice because they have chosen to take bribes and not to follow the God's law. Ну и в конце концов народ, который, зная все предупреждения, все равно выбирает царя, как у других народов. And finally, the Israelites, they made their own choice because they knew the warning from God, but they made their choice they wanted. Давай же мы сейчас посмотрим на кандидата, которого выбрали израильтяне. 9 глава с первого стиха. We read chapter 9. There was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Ebiol, the son of Zer, son of Becarus, son of Ephiah and Benjaminite, a man of wealth. У него был сын, имя его, Саул, молодой и красивый. And he had a son whose name was Saul, a handsome young man. И не было никого из израильтян красивее его, и от плеч своих был он выше всего народа. There was not a man among the people of Israel more handsome than he. Он очень красивый. He was very handsome. Он молодой. He was young. Он высокий. He was tall. Но ничего о духовных качествах не сказано пока. But nothing is said about his spiritual being. Все просто внешнее. It is said only about his appearance. А как он мыслит? Какие его ценности? But what are his values? What are his principles? How, in what way he thinks? Дальше в этой главе вы можете прочитать, что у него пропали ослицы. Именно поэтому он пошел искать этих ослиц. Further, in this chapter, you can read that his donkeys were lost and he went to look for them. И по пути он встречает пророка Самуила. And on his way he met the prophet Samuel. А вот вопрос, если бы у него не пропали ослицы, он бы пошел бы встречать пророка Самуила? And here is the question. If he hadn't lost his donkeys, would he go to look for them? Пока мыслит только о своем доме, о своих ослицах. So far, he is thinking only about his house and his donkeys. Написано, что он был молодой и красивый. Я другой параллели здесь не нахожу, как книга из Икииля, 28 глава. We read from the book of Ezekiel. От обширности торговли твоей внутренняя твоя исполнилась неправды. You were blameless in your ways from the day you were created till unrighteousness was found in you. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя херуим осенящий из среды огнистых камней. 16 стих включите, пожалуйста, еще. So I cast you as a profane thing from the mountain of God and I destroyed you or guardian cherubim from the midst of the stones of fire. В 17 стихе этой же 9 главы, когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. У нас перейдено, как управлять народом. It is translated in Russian Bible as rule or reign. В New American Standard Bible то же самое, там управление народом. In New American Standard Bible the same, like to rule, reign, но еврейское слово, которое у нас перейдено, как управлять, на самом деле означает, but the Hebrew word, which is translated like rain, actually means сдерживать, мешать, to restrain or to prevent. Когда Самуил, когда Саул приближается к Самуилу, Бог предупреждает, вот идет человек, который будет сдерживать мой народ, мешать моему народу. When Saul was approaching Samuel, God warns Samuel, this is the person who will restrain you and who will restrain the people and who will prevent people from doing something. Но почему Бог выбирает именно такого человека? So why did God choose this kind of person? Неужели и Бог делает неправильный выбор? Can it be that God made a wrong choice? Ответ, конечно, очень простой. Бог выбирает человека, в котором он видит перспективу. Он предупреждал народ, что это не очень правильный выбор, но если народ выбирает, он выбирает вот такого кандидата. God warned people that this is not good thing to choose a king, but if you desire to have a king, I will choose you like the best one. And even after this choice was made, God gives everything what is needed to arrange all the system with king now. as as Saul обрат to get out of Samuil, God дал ему иное сердце, и сбыли все знамения в тот же день. When he turned his back to leave Samuel, God gave him another heart, and all the signs came to pass that day. Every person has an opportunity to be changed by God. And if Saul поступил правильно, то и он, и все его потомки остались бы царями. And if Saul had made a right choice, he and all his offspring would have remained kings. But as we know the story, Saul did what he wanted and he rejected God as well. Так вот, друзья, в 10 главе 24 стихе все счастливы. So, in the chapter 10, verse 24, we see that everyone is happy. Мы читаем, и сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобное ему нет во всем народе. Тогда весь народ восклицал и сказал, да, живет царь. все счастливы. Но только Бог остался в стороне. вот та мысль, которую сказал Иезекииль в пророчестве 430 лет за дни беззакония, они начались, вернее, вот эти 430 лет всего беззакония, они закончились вавилонским пленением. Если мы возьмем первый плен Вавилона, это 605 год до нашей эры. Если мы прибавим эти 430 лет к 605 году, то мы выйдем как раз на времена царствования Саула. Поворот ключевой начался тогда, когда народ отверг Бога и выбрал себе царя. Вы думаете, такого не должно больше никогда повториться? Вы думаете, такого не должно больше никогда повториться? Должны быть сделаны определенные выводы и больше такого никогда не должно произойти в истории. Люди должны сделать некоторые conclusiones и эта история не должна повториться в будущем. Однако в Евангелии от Иоанна, в 19-й главе, в 15-м стихе, когда стоит связанный Иисус, народ кричит, но Пилат вначале спрашивает, царя ли вашего распну? Но первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме кесаря. И тогда народ выбирает неправильного царя. И в тот момент люди снова выбирали неправильного царя. И они обрабатывали царя жизни. Да, это преимущество иметь свободу выбора. Потому что кто такой я человек, что сам Бог уважает мой выбор? Ну это и огромная ответственность. Потому что от того, что я выберу, будет зависеть моя вечная участь. Ну, друзья, я вас только умоляю, не думайте, что это только с израильским народом могло такое произойти. Вы помните, сколько раз в день мы выбираем? 35 тысяч раз. Пусть каждый наш выбор осознанный или неосознанный будет в сторону Бога. будь в сторону спасения. Если ты не знаешь, куда поступить и не знаешь, где учиться дальше, просто остановись, обратись к Богу в молитве, Он откроет тебя, Он поможет тебе. Если ты не знаешь, в каких школах чтобы участвовать, пройди Бога, и Он тебе показывает. Это только в наших странах есть такая поговорка. У нас высшее образование получают для того, чтобы точно понимать, кем ты не будешь работать. послушать свое сердце, обратись к Богу, пусть Он тебе откроет твои дары, где ты можешь быть самым полезным. слушать Бога, открыть Его talents и подарки, и попробовать понять, в какой сфере ты можешь быть полезным. Если ты определяешься с кем пойти по жизни, со своим спутником, молись в три раза больше, чем о выборе своего места учебы. Потому что от этого зависит качество твоей жизни. Если ты до сих пор еще не знаешь отпустить свое сердце или все-таки сосредоточиться и покаяться, обратить свое сердце к Господу, выбери Господа. Если ты еще не не дадешь вернуть к Богу или не, вернуть к Иисусу или не, пожалуйста, выбирай Его, выбирай Бога. Только Он может дать. Потому что только Он может дать. Князь этого мира может только забирать. Он ничего тебе не даст. Иисус пришел, чтобы имели жизнь. И имели ее с избытком. Итак, когда следующий раз вы станете перед выбором, пусть эта свобода выбора окажется полезной для вас. откройте свое сердце перед Богом. И пусть Он ведет вас. Пусть Он будет царем нашей жизни. Аминь. Я вас приглашаю к молитве. Наш Небесный Отец, мы от всей души прославляем и благодарим Тебя. Благослови пожалуйста Твоих детей. Мы нуждаемся в Тебе. Нам не всегда просто делать правильный выбор. Пусть Твое предупреждение будет слышно нам. помоги нам иметь мудрость, чтобы оценивать результаты нашего выбора. чтобы видеть, к чему приведет наш выбор. Господи, мы приглашаем Тебя в нашу жизнь. Мы просим, чтобы Ты был нашим царем жизни. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.